МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа новости нашего города в студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о некоторых темах. Капремонт за свой счет. На Ямале продолжается обсуждение соответствующего законопроекта. Две недели без тепла одна из жительниц поселка Самострой до сих пор не может дождаться начала отопительного сезона. И куда уходят деньги? А социологи выяснили, на что в последнее время россияне стали тратить больше. Парламентарии совместно с представителями исполнительных органов государственной власти региона, органов местного самоуправления, управляющих компаний и общественных организаций обсудили проект регионального закона об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Законопроект разработан для реализации положения федерального законодательства, который вводит обязательные ежемесячные платежи для собственников квартир. Некоторые аспекты работы новой системы финансирования каждый регион разрабатывает самостоятельно. На Ямале законопроект подготовлен, но не утвержден. Есть возможность его доработать с участием мнения жителей округа. Аналогичные законы уже приняты в 51-м субъекте Российской Федерации. С июля 2013 года мы совместно с Государственной жилищной инспекцией изучаем опыт других территорий, где сегодня формируют региональные системы капремонта. То, что мы не торопимся, говорит лишь о том, что стараемся максимально просчитать все возможные риски для граждан. Отопительный сезон, который в округе начался 24 августа, пока идет без срывов и нарушений. Об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента энергетики и ЖКХ Ирина Петрова. Общая стоимость окружной программы по подготовке к зиме составила 4,5 миллиарда рублей. Запланированный объем работ выполнен полностью. Обеспечение надежного теплоснабжения – главная коммунальная задача ямальских властей. Почти 45% финансовой и организационной нагрузки во всех зимних мероприятиях приходится именно на подготовку объектов теплоснабжения и теплогенерации. Летом 2013 года мы заменили почти 40 километров ветхих и изношенных тепловых сетей, отремонтировали 107 тепловых котлов. В труднодоступной территории завезли порядка 88 тысяч тонн нефтепродуктов, более 22 тысяч тонн угля и порядка 29,5 тысяч кубических метров дров. Программа централизованного северного завоза на сегодняшний день выполнена на 100%. В муниципалитетах сформирован форс-мажорный топливный запас, составляющий до 10% от средних объемов потребления. А вот одна из жительниц поселка Самострой живет без тепла уже две недели. Когда она приехала из отпуска, то обнаружила, что батареи в ее квартире холодные. В управляющей компании ее уверяют – помочь ничем не могут, так как батареи – собственность жильца, и за то, чтобы они работали, отвечает сам владелец квартиры. Так ли это на самом деле и что нужно делать в такой ситуации, выясняла Ксения Епишева. Ей слово. Конец октября. За окном минусовая температура, а тепла в квартире Марии Павловны до сих пор нет. Батареи холодные. Я сделала заявочку на 11 числа под номером 148 в аварийную службу. Звоню, мне каждый день говорят – ожидайте, ожидайте. Я говорю – девочки, холодно, я мерзну. Терпение у женщины действительно кончается, а квартиру приходится обогревать при помощи электроплиты. Управляющие компании от проблем женщины, по ее словам, просто открещиваются. Говорят, что батареи – ее собственность, и если они находятся в нерабочем состоянии, ремонтировать или менять их должна она сама. А что вы хотите? То, что вот эта вот по периметру труба зашла – это наше. А то, что от нее отходят приборы – это не наше, это ваше. Действительно, согласно жилищному законодательству, существует раскраничение на наше и ваше. Иными словами, есть зона ответственности управляющей компанией и непосредственно самих жильцов. И в некоторых случаях исправность батареи зависит именно от хозяев квартиры. В случае, если прибор отопительно расположен непосредственно в жилом помещении, в квартире, вопрос несколько сложнее и связан с наличием на отопительном приборе отсекающих устройств, которые позволяют без остановки всей системы отопления на квартирном доме демонтировать прибор, выполнить в нем необходимые работы, обслужить и так далее. Другой вопрос, что если отопительный прибор представляет собой неотделимую часть от отопительной системы, через него осуществляется транспортировка теплоносителя дальше по системе, его нельзя просто так демонтировать, снять. Соответственно, этот прибор учета используется для того, чтобы вся система в доме функционировала нормально и также входит в состав общего имущества. И ответственность за надлежащее содержание такого прибора несет обслуживающая организация. Если бы хозяйка могла отключить батареи сама, тогда все расходы по устранению неполадок пришлось бы оплачивать ей. Но у нее такой возможности действительно нет. Получается, в данном случае ответственность за все несет управляющая организация, которая обслуживает дом. Специалисты советуют срочно принимать меры, причем есть несколько вариантов. Попытаться решить вопрос мирным путем, либо обращаться в жилищную инспекцию. Но для разбирательства тоже потребуется время. К сожалению, ускорить процесс этот можно только по соглашению с управляющей организацией, либо, я не знаю, выбрав иную управляющую организацию, тоже затратный процесс во времени. Дело в том, что в отношении обращений граждан установлены особо порядок их рассмотрения. Так обращения граждан рассматриваются в 30-дневный срок со дня их поступления. Как вариант, можно заплатить за ремонтные работы, а уже потом потребовать с управляющей компанией возмещение убытков через суд. Но для этого необходимо соблюсти ряд формальностей. А именно, на руках должны быть документы, которые подтверждают, что собственник обращался со своей проблемой в управляющей компании и что ему там отказали в решении вопроса. Ксения Епшева, Александр Иванов. Новости нашего города. Если вы стали свидетелем интересной, курьезной, веселой или, напротив, серьезной, несправедливой, как вам кажется, ситуации, и у вас есть фото или видео, или же вы недовольны работой или, напротив, готовы похвалить коммунальщиков, обращайтесь в наши рубрики ЖКХ «Новости наших горожан» и «Нам здесь жить». Мы находимся в медиа-центре по проспекту Мира, 78В. Наши телефоны 49-9940 и 34-62-75. Новоуренгуйский солдат-срочник, подорвавшийся на боеприпасе, начал проходить курсы реабилитации. Напомню, трагедия случилась под Рязанью на полигоне 137-го парашютно-десантного полка. Ямальца уторвало кисть руки и раздробило голень. По словам самого бойца, во время спецработ он не заметил заряд от противотанкового гранатомета. Тот лежал на земле. Ренат наступил на него. Дальнейшие события молодой человек помнит буквально по секундам. Ожидание машины скорой помощи, дорогу к врачам-спасателям и бесконечные процедуры. Сегодня Ренат Бахтияров вспоминает все произошедшее с ним мужественно и спокойно. Говорит, сейчас он надеется исключительно на врачей и стойкость своего организма. Ямал направил в бюджетную систему России более 400 миллионов рублей. Такую сумму удалось собрать окружным налоговикам за 9 месяцев этого года. Если быть точным, то в казну перечислено 455 миллионов 266 тысяч рублей, что почти на 3% превышает сборы к уровню прошлого года. Из них в федеральный бюджет направлено 82,7% от всех поступлений, в территориальный бюджет 17,3%. Более 77% поступлений или почти 290 миллионов рублей – это налог на добычу полезных ископаемых. Налог на добавленную стоимость на товары, работы и услуги составил чуть менее 83 миллионов. По видам налогов, формирующим основную часть налоговых доходов территориального бюджета, самые значимые налоги – это на прибыль организации, доходы физических лиц, имущество организации. Россияне в последние полгода начали активно покупать бытовую технику и одежду, а также тратить больше на отдых и поездки. О такой тенденции сообщили специалисты исследовательского холдинга «Рамир». На вопросы социологов отвечали совершеннолетние россияне, как из городов, так и из сельской местности. Выяснилось, что сильно увеличилось количество людей, которые перестали бояться серьезных покупок. По данным «Рамир», в два раза выросли расходы на приобретение одежды, как и число покупателей бытовой техники. Еще больше стало количество желающих потратиться на отдых. Однако, как отмечают исследователи, некоторые траты россиян за последние шесть месяцев выросли очень незначительно. В первую очередь это касается услуг платной медицины, образования, покупки квартир, мебели и ювелирных изделий. В России будет введена двухуровневая система гарантирования пенсионных выплат, внутренние резервные фонды, которые будут формироваться в негосударственных и государственном пенсионном фондах, и единый гарантийный фонд на случай их нехватки. О создании такого механизма правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов. Согласно им, пенсия должна назначаться, исходя из суммы пенсионных накоплений на счете гражданина. При этом она не должна быть меньше номинала уплаченных взносов. Если такая ситуация все-таки возникает, недостаток средств будет покрываться за счет внутреннего резервного фонда. Такой же принцип будет действовать, если человек переводит свои накопления из одного фонда в другой, государственной или негосударственной, разницы нет. Ему гарантируется передача средств в фактически накопленном размере, но не меньше номинала. На случай, если негосударственный пенсионный фонд признают банкротом, недостаток накоплений будет покрываться за счет общенационального фонда гарантирования пенсионных накоплений. Он должен формироваться за счет гарантийных взносов самих фондов. Как подчеркивается в законопроекте, после 1 января 2017 года в этой копилке должно быть не меньше 1% общей суммы средств в пенсионных накоплений. Принципы и отличия новой пенсионной формулы от старой системы, итоги работы программы негосударственного софинансирования пенсии, а также, каким образом гражданин может реально повысить размер своей будущей пенсии. Об этом и многом другом сегодня моя коллега Светлана Гражданкина беседовала с начальником местного управления пенсионного фонда. Актуальное интервью с Ириной Карповой смотрите сразу после выпуска новостей. 23 октября свой профессиональный праздник отмечают работники рекламной сферы. Те, кто так или иначе связан с рекламным бизнесом, создатели рекламы, маркетологи и пиарщики. Отмечать праздник начали еще в 1994 году, однако до сих пор он носит статус неофициального. Напомню, в издательском доме «Благовест» рекламный отдел был образован едва ли не со дня основания нашей компании. Здесь трудятся настоящие профессионалы своего дела, которые знают, что благодаря рекламе ежегодно продаются миллионы товаров и не меньшее количество остается на полках из-за отсутствия информации. Не зря говорят «реклама – двигатель торговли». От лица рекламного агентства «Город» и издательского дома «Благовест» хотим поздравить с профессиональным праздником наших коллег и пожелать им успеха и процветания. А жителям города хотим напомнить о том, что мы предоставляем весь спектр рекламных услуг на 13 телеканалах, двух сайтах, 10 радиостанциях и двух газетах. Реклама – это «Двигатель торговли». Приходите к нам, и вы сами можете в этом убедиться. И далее в выпуске новости спорта. Питерский «Зенит» одержал первую победу в групповом этапе Лиги Чемпионов 2013. В рамках третьего тура подопечные Лучано Спалете в Готях переиграли португальский «Порту» 1-0. Единственный мяч на 86-й минуте забил Александр Киржаков. Отмеча португальцы играли в десятером уже с шестой минуты матча, когда хавбэк хозяев Эктор Эрера получил две желтые карточки буквально за одну минуту. Таким образом «Зенит» в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов набрал 4 очка. После трех туров в таблицу группы «Джи» возглавляет мадридский «Атлетика». В его активе 9 очков. «Зенит» на втором месте, 3 очка у «Порту» – одно у футболиста в Пенской Аустрии. И это была завершающая информация выпуска. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир на зимней дороге. 24 октября в Сельхарде переменная облачность, небольшой снег, ветер южный, температура 5 градусов мороза. В Муравленко облачно, небольшой снег, ветер юго-западный до 7 метров в секунду, температура минус 6 градусов. В ноябрьский пасмурно небольшой снег, ветер юго-западный до 6 метров в секунду, температура 7 градусов ниже нуля.